Привет, дружище, меня зовут Шамба, и мы продолжаем хроники Мертана Архалас. Это дядюшка Курт, которую я нашел в прошлой серии, и оказывается он жил в паре домов от таверны. Я почему-то думал, за пределами Зельбаха, но где-то поблизости. Также в предыдущей серии начали лечение Йорна. Его травма не смертельна, шершень не ядовит. Конечно, ему тяжело вставать, рана постоянно чешется, но все в принципе в порядке. Образуется, все будет хорошо. Курту алхимикой Махвадой Логвар сделает ему припарку, повязку, и со временем он выздоровеет. А коль на лечении требуется время, можно заняться и другими делами. Во-первых, безрассудная пари. Торговец Витт проиграл пропуск в город крестьянину Северину. Поэтому, во-первых, давай попробуем добыть этот пропуск, но я не думаю Витту его возвращать, потому что в город бесплатно не попасть. Плюс еще пропуск непонятно, как мне получить. Здорово, Северин. Эй. У тебя есть то, что тебе не принадлежит? Да ладно. И что же это? Пропуск Витта. Ха-ха-ха. Вот что. Слушай, пропуск мой. Я выиграл его честно. Пари есть пари. А теперь проваливай с глаз долой. Дараться с ним не вариант в таверне. Сколько ты хочешь за этот пропуск? Дай подумать. Сто золотых он будет твой. Ты, похоже, с ума сошел. Какая жалость. Найдется другой покупатель. Можно, конечно, его побить. Когда-нибудь потом. Потому что я не знаю, насколько силен Северин. Плюс только в прошлой серии я смог поднять топор. Поэтому я сам тот еще слабак. Так что давай сейчас пойдем поспим. А потом посмотрим все эти поручения. Все те заказы, которые я взял с доски объявлений. И найдем подходящую роботенку в любом случае. Йорн пока не вылечится. Мы никуда, скорее всего, не пойдем. Поэтому идем спать. Отдохнем. Традиционная серия готики. Начинается со сна. Вы хорошо выспались и отдохнули. Замечательно. Сейчас 8 часов утра. Ну давай сядем у камина. Почитаем поручение, которое я взял. Меня пугает мысль о том, что тело моей дочери все еще лежит на том пляже. Я должен позаботиться о ней, как подобает отцу. Может, мне стоит сходить за твоей дочерью? Нет. Это то, что отец должен сделать сам. Но я не хочу хоронить свою любимую дочь в какой-нибудь лесной канаве. Она заслуживает достойных похорон. Ты не мог бы помочь старику поговорить со здешним магом? Может, на местном кладбище найдется местечко. А я тем временем окончательно приду в себя. Я подумаю об этом. Хорошо. Только помни, у нас очень мало времени. Ну ладно, Изыкиль. Схожу к логовору, спрошу про повязку, заодно про место на кладбище. Так, ну и давай почитаем из описания. Нельзя. К сожалению, инвентарь не открывается, когда я сижу в кресле. Ладно, представим, что я сижу на удобном кресле и начинаю смотреть заказы. Заказ Карден. Или Карден. Срочный заказ на шкуры. Из-за появления неотложенного крупного заказа охотник Карден купит у вас следующие из шкуры и меха по цене близкой к рыночной. 14 волчьих шкур, 8... А нет, это 6. Да, 6 шкур кабана, 16 крысиных шкур. Отдавать ему можно их по одной. За каждую сразу же будет выплачена стоимость в золотых монетах. Днем Кардена можно найти неподалеку от тропы за восточными воротами Зильбаха. А вечерние часы он находится в лагере охотников у южных ворот. Но пока я не умею вообще ничего. Ни с крысы, ни с волка, ни с кого шкуры стирать. Фрида из стрелковой мастерской по следу зверя в городе Архол с удовольствием покупает шкуры животных. Таких как млекопитающие, так и рептилии. А таких выгодных цен вы не найдете нигде на острове. Правда, прежде чем отправиться в город продавать свои трофеи, помните, что по действующим правилам через ворота пропускают только людей с разрешительными документами. Соответственно, нужно сначала спилить пропуск у Северина или как-то самому добыть. Рудник гильдии торговцев. Ух ты. Рудник гильдии торговцев приглашает всех желающих работать на поприще добычи золота. Мы предлагаем доступ к нашим месторождениям в частном руднике между деревней Зельбах и лагерем пчеловодов. Заплатив небольшую вступительную плату, вы сможете добывать золото столько, сколько пожелаете. Независимо от ваших навыков добычи, вы всегда найдете здесь то, что вам по душе. Когда вы выйдете из рудника, едва не все найдены саморудки, наш кузнец с радостью объединяет их на настоящие золотые монеты, принимаемые по всей мертани. Конечно, мы также с радостью меняем любые другие саморудки, которые вам удалось найти где-нибудь еще на нашем прекрасном острове. Самый простой способ добраться до рудника воспользоваться услугами наших извозчиков. За несколько монет они доставят вас туда в целости и сохранности. Во-первых, меня может обучить какой-то крестьянин, который живет здесь, в Зельбахе, добывать руду. Во-вторых, смотри, в любом случае гильдия торговцев не дураки. Даже если есть вступительная плата в шахту, допустим, 50 монет, и потом ты можешь добывать сколько угодно золота, это на самом деле не так. В любом случае, когда ты будешь переплавлять золото монеты, тебя обдорят еще так. То есть, ты даешь слитки, которые фактически стоят 100 монет, а тебе 100% отдадут монет 25. Ну, примерно так я думаю. И, соответственно, с этого выгода. Во-первых, ты заплатил за вход, ты добыл руду, ты ее продал, и торговцы просто в золоте, в шоколаде. Заказ от Джилл. Кухарка Джилл, работающая в поместье нашего многоуважаемого Сиро Рамзи, с удовольствием пробует все новые блюда, достойные к подаче на изысканных застольях, так и на повседневных ужинах. Образцы предлагаемых блюд должны быть доставлены на кухню в поместье в Зильбахе. В соответствии с прямым распоряжением Сиро Рамзи запрещается приносить блюда из ингредиентов, способных необратимо повлиять на здоровье. Также не следует приносить несколько тарелок одного и того же блюда. Однако, за каждую первую порцию ожидается щедрое вознаграждение. Как понимаю, дом, около таверны огромный, это как раз дом Сиро Рамзи. Заказ Реми. Но в связи с внезапным крупным заказом мясника Реми срочно приобретет дюжину следующих сортов мяса в сыром виде. Черт. Я кучу мяса пожарил. Мясо падальщика, мясо, кротокрыса, волчьи мяса. Обратите внимание, что мясо должно быть сырым и свежим. Все охотники, желающие доставить эти товары, приглашаются в его мясную лавку, расположенную рядом с мостом в центре деревни Зильбах. Необычные каменные находки Жители острова Архалас, если вам случится найти необычные голубовато-серые камни с необычными отметинами, то принесите их как можно скорее магу Лаудрусу в город Архалас. Камни эти называются магическими рунами и могут использоваться лишь опытными магами. Для людей с магией незнакомыми они не будут иметь никакой пользы или большой ценности, а вот маги воды найдут им новое достойное применение. Каждый гражданин, который принесет им подобные предметы, будет щедро вознагражден. Подпись Моррис, губернатор города Архалас. Опасные места в окрестностях деревни. Это очень полезно. Охотники на службе умелослево Сиро Рамзи предостерегают от походов в одиночку по лесам, окружающим деревню. По данным их разведки, самые опасные места. Лес возле водопадов в восточной деревне Зильбах. Недавно там была замечена группа жаболюдов. Не пойду. Лес к северу от деревни. Там мало света, что сильно снижает видимость и создает идеальные условия охоты для варгов. А, туда я тоже не пойду. Так, это я прочитал. Торговцы Зильбаха. Это я тоже читал. И снова. У меня только поручение любимая дочь. Можно сейчас попробовать найти Северина. С ним, конечно, попытаться подраться, но мне кажется, это глупая затея. Давай сходим к Логвару, спросим, а сделал ли он повязку? Привет, Марта. Эй. Обещаю, мы не создадим новых проблем. А я разве что говорила. Я просто женщина, которая не лезет в то, что меня не касается. Виктор заступился за вас. Только поэтому я не выставил вас за дверь. Запомни это. Мы постараемся расплатиться как можно скорее. Угу. Поживем и увидим. Всегда так. Сначала обещайте, а на утро уже и след порастыл. Что нового? Не приставай ко мне. Мало того, что я должна вас обслуживать, так еще и ты со своими дурацкими вопросами лезешь. Понятно, Марта по-прежнему недовольна. Эти девушки также со мной не разговаривают. Это Рик Алкаш, кстати, Рик Алкаш. А может, ты знаешь, как перепить Северину? Нет. Я могу спросить у него про жизнь. А тут я могу разве что купить карту, но у меня денег очень мало, хотя не, 93 монет. Я могу купить карту всего острова за, по-моему, сотни. Пошли сначала к Логвару. Спросим про место на кладбище плюс про повязку. Кур так и стоит на месте. Не знаю, что он тут караулит. разговоров новых нету. Эй, ты! А где вопрос про повязку? Изекили хотел бы похоронить свою дочь на местном кладбище. А ты не возражаешь? Я нет, но местным это может не понравиться. Кроме того, есть вопрос с землей. Она не бесплатна. Мама к запущенном состоянии. Если избавишься от сорняков и более-менее приведешь все в порядок, думаю, завоюешь симпатию. И заодно они легче воспримут тот факт, что я уступил место чужаку. А сколько ты хочешь за место на кладбище? Не будь столь прямолинейен. Золото идет не в мой карман, а на содержание кладбища и часовни. Дай-ка поразмыслить. Хм. Ты не здешний. Для тебя цена будет выше. Сто монет у меня столько нет. Я подумаю об этом. Так, сто монет. У меня есть 93. Ну, давай порвем сорняки. Интересно, сорняки можно обратно продать? Вот жаль, что у дяди нельзя денег в долг взять. Так, сорняк, раз, два, три. Сир Уильям, лорд Зильбах. Сорняк, сорняк. А леди Альдона, леди Зильбах. Флора будет покоиться вместе с лордами. Сирами, с леди. А это чья могила? Неизвестно. Хендрик. Да сколько ж здесь сорняков. Все? Нет. 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 так давай проверим телекинеза по идее я все здесь выкорчевал ну да кожаный кашель интересно ты где стопа как я его заметила где я смотрел в эту сторону где-то тут увидел кашель лечебный корень он на крыше что ли чем на растение внизу или я в окно заметил кашель к ладно надо сказать что я кладбище благородил и эй в могиле флоры я выдернул сессорники уверен жители оценят это и настанут возражать насчет похорон флоры у нашей часовни так но мне нужно еще 100 монет добыть 93 это все мои деньги но с другой стороны языки он торговец значит у него по-любому есть деньги черт дождь а сейчас языки или отправился за дочкой с другой стороны лучше сейчас ее забрать чем она будет еще под дождем там лежать так и быть сейчас я куплю место на кладбище да это 100 монет но это как были внестиция в будущее могиле флоры насколько ты хочешь за место на кладбище сердечно благодарю за твой черт дара и пожертвования на нужды нашей общины благословит тебя аданас сейчас я не вижу никаких препятствий для похорон скажи за кииле чтобы он связался со мной для обсуждения деталей убежали быстрее в таверну я не знаю что с куртом надеюсь что все в порядке они что-то сломалось он просто зови здесь дождь мощная однозначно руперт с тобой все в порядке тут как бы дождь поливает после этого похода в пещеру он действительно стал какой-то странный нет ну как минимум я вижу сразу доработку для этого мода чтобы жители при дожде тем более при таком дожде который льет как из ведра прятались в домах просто сразу мод для мода можно сделать так азим фабио языкиль я думаю наверху а если он ушел то до вечера нужно будет подождать нет он на месте и ты я договорился чтобы флору похоронили на местном кладбище отлично этим временем немного разузнал об этом месте я хочу забрать тело своей дочери но в одиночку и не справлюсь что ты имеешь ввиду тебе взять не могу без обид но мне нужны те кто умеет обращаться с мечом хотя ты можешь убедить помочь мне местных дозорных думаю они не откажут помощи старику в такой трудной ситуации ну ладно я помогу тебе убедить дозорных отлично только поторопись времени почти не осталось такие так спешу как только могу один дозорный точно не согласится потому что его товарищ где-то но не товарища его семенчик где-то пропал дозорный у этих ворот всего как я понял в зельбахе три пара ворот северные южные восточные западных я по крайней мере на текущий момент не видел дозорными считается же те кто в ворот стоит и мне нужна твоя помощь что такое языке или нужна помощь хочет перенести тело своей дочери хотел бы тебе помочь но не могу кто-то должен охранять ворота мне очень жаль а если я поищу тебе замену вообще-то маркус мог бы тебе помочь он где-то неподалеку поговорить с ним может быть он согласится я помню что маркус был в этом лесу отлично дождь закончился выглянуло солнце маркус вроде как охотник живет в палатке эй кто ты мне зовут маркус я охотник я слежу за тем чтобы звери не подходили слишком близко к деревне и фермерским угодьям ты можешь ненадолго подменить фолкарда на воротах ну почему бы и нет только принеси мне бутылку вина и кусок ветчины чтобы скоротать время у меня это есть покажи свои товары так у меня сырое мясо кабана волчьи мясо есть вино да мне нужно взять ветчину и у меня нет денег очень дешево все стоит коса 7 монет рука скелета одну монету пояс охотника защита я не думаю что у него стоит сейчас что-то покупать хотя нет у них ветчины не отказалась было бы весьма забавно опаньки оказывается нож используется для изготовления луков черт мне потом придется его покупать ты местные но не жалуешься на беженцев когда я приехал сюда много лет назад ко мне относились так же плохо как и к тебе теперь нужен короче дальше было нашествие полевых хищников изменилось когда люди узнали что и охотник с этого момента они начали относиться ко мне с уважением а некоторые даже стали моими друзьями выполнив заказ я решил ненадолго здесь остаться время шло животных меньше не становилось так я здесь живу и по сей день ну и как поживаешь остерегаясь оживолюдов последнее время фермеры стали их замечать все возле реки к западу от моего лагеря они выглядят как гоблины переростки но обладают силой целого орка хорошо что они обитают только на архалосе значит бы с ними пришлось воевать обычно они держатся поближе к воде и избегают стычек но осторожность никогда не бывает лишней так хорошо к воде подходить нити дай мне знать если у тебя будут лишние клыки или когти я с радостью куплю их за разумную цену не принес трофей нет у меня трофеев никаких нет маркус строгает стрелы ну вот она шкура но грабить его наверное неправильно а пошли посмотрим сколько стоит ветчина если что можно грибы например продать почему бы нет или в самой деревне найти работу как минимум я встречал женщину который заплатил мне деньги за то что я подмел у нее дома лентеев всегда найти можно ну покажи мне свои товары ни хрена себе 15 монет это дух рука этому хотя бы десятку стоит так надо сначала проверить точно или нужна ветчина до кусок ветчины просто не хотелось тратить деньги на то что мне не понадобится в итоге головой горец сорняки 36 штук стоит поманять я думаю это выгоднее чем продавать темные грибы продаем сорняки не знаю что с ними сделает басти он может какой-то суп закинет допустим кусок ветчины взял денег больше нет но предлагаю с собой пока не носить много денег так как меня может кто угодно избить и последние деньги-то забрать пошли обратно надеюсь остальных стражников так долго и так дорого уговаривать не придется у меня есть то что ты просил отлично я переговорю с фолкардом по поводу деталей хорошо фолкард есть изыкиль просил несколько человек скорее всего два или три собственно как и ворот я думал что мне придется искать его напарника оказывается марку сможет помочь это весьма удачно тебе удалось найти мне замену ничего не остается кроме как помочь изыкилю пусть он сообщит когда будет готов отправиться на пляж фолкард поможет доставить тело дочери так вернуть тело дочери думаю двоих будет достаточно хорошо пошли наверно к другому стражнику которого я еще ни разу не встречал который в восточных ворот сидит потому что южный хотя может южный поможет все таки кое-как с ним знакомы но хочется поговорить с тем который сторожит вот эти ворота вот дисмос меня может научить добывать руду это если я захочу отправиться опять же в шахту гильдии торговцев северин здесь я могу тебя от дубасить если будет необходимость и забрать пропуск эй ну ты и дозорный а что не видно не особо давай к делу что тебе нужно слушай мне нужна твоя помощь во первых я тебе ничего не должен во вторых мне сейчас перерыв так что убирайся что это за перерыв без кружки пива что ж ты прав у меня в горле переслохло пока я тут стоял окажу услугу принеси мне пиво тогда и поговорим по моему у меня пиво было как раз такие нет у меня было вино ладно побежали назад если бы я только знал я бы сразу и пиво купил нужно срезать путь но я не думаю что пиво будет дорого стоить сколько монет 5 10 но не больше так а ты кто такой крестьянин варит какую-то похлебку а это куда путь это опять же в таверну стопа куда в таверну какую-то пристройку сбоку ну наверно туда в кладовую покажи мне свои товары ну да опять монет продаем 5 сорняков так одно пиво купил можно было конечно сбегать к другому стражнику спросить что ему надо и выбрать того который меньше запросит но давай не будем таким заниматься ой свалился можно вылезти до темный гриб у северина обычная палка вроде на поясе то есть мой топор должен быть помощней правда кто знает возможно он очень силен как бронка эй ты вот я принес тебе пиво такая служба мне по нраву гарри гипер позеленеет от зависти когда я скажу что у меня есть собственный мальчика на побегушках да ради бога теперь ты можешь поможешь мне или нет ладно расскажешь забыть что там у тебя случилось а на берегу лежит тело дочери за киля старик убит горем может ты сможешь перенести ее на кладбище честно говоря я не хочу вставлять ворота без охраны но ради такого достойного дела я мог бы найти себе подмену пусть скажет нам когда выдвигаться так а ты кто такой да ладно естественно я же видел ты наблюдаешь за тем что я делал а что именно ты делаешь ну я выберу и древесину для своего нового лука молодые поваленные деревья вроде этого идеально подходят обычно это происходит из-за удара молнии или во время грозы или настолько сильного ветра что ломает их пополам а в силу своего возраста у них еще довольно тонкие ветки но это облегчает задачу природе кстати а еще можно нарубить тяжелых веток и сделать тесные стрелы конечно чем больше ты знаешь о добыче ресурсов тем больше древесины ты сможешь добыть и помни это тебе понадобится крепкий топор добычи ресурсов 5 процентов то есть я посмотрел на крестьянина топор лесоруба замечательно а у меня не топор лесоруба он требует аж 20 сил а у меня не хватает пятерки но опять же у меня не хватает денег для того чтобы стать сильнее давай пока палки наворуем с хищниками не будем связываться пошли к последнему стражнику посмотрим что он мог бы запросить и вообще будет ли с ним подобный диалог тыкву я воровать не буду крестьян не явно будут недовольны а веет это торговец на твоем месте я бы туда не ходил а почему ты разве не слышал все эти слухи какие слухи а звери бродящим по окрестным лесам постерегающим таких как ты нет я здесь совсем недавно если ты хоть немного дорожишь своей жизнью то вернешься назад в деревню не буду я тебя останавливать но помни я предупреждал расскажи мне об этом звере никто не знает как он выглядит потому что никто еще не пережил встречи с ним примерно неделю назад дарозорный по имени хендрик отправился на опушку леса по нужде только вчера охотники нашли его тело они едва его опознали следы от клыков были огромными никто даже в городе не проявил интерес к этой проблеме недавно и наводнение сильно затруднило контакт с городом поэтому пока мы можем надеяться только на свои силы кроме того я бы не стал рассчитывать на городскую стражу их интересует только эксплуатация сельских жителей следопыты гильдии вероятно могли бы что-то сделать но их услуги стоят дорого а как показала практика прежде чем страж успеет пошевелить хотя бы пальцем зверь снова нападет уверен так и случится ты дозорный да но я новобранница пока учусь я получал эту работу после хендрика я не хочу упустить свой шанс вижу у тебя есть арбалет умеешь им пользоваться для чего бы я его носил если бы не мог стоя на стражу у леса я предпочитаю иметь что-то чем я могу выстрелить издалека научишь меня из него стрелять конечно но за определенную плату не буду же я создавать себе зельбахи конкуренцию обучаю бесплатно куда ведет эта тропа в лес и далее к водопаду уже долгое время никто не ходил этим путем за исключением нескольких безумцев я не буду этим заниматься так это все-таки третий дозорный получается четверо ворот есть и четвертые ворота будут здесь ну давай попробуем поговорить еще с одним дозорным почему бы нет конечно языки или спешил торопился но сейчас всего лишь 1534 до вечера мы по идее должны успеть все уже здесь собрались и ждут и ты ну вот с гарри я об этом даже не могу поговорить все побежали быстрее к языке или ровно телепортации опять же использовать сейчас не могу ну точнее возможно я и могу но не хочу потому что она меня забросит непонятно куда откуда я не знаю как выбраться и смогу ли я выбраться в принципе так давай осматривать на предмет на ножа никто ж не будет против вроде никто не орал тыква небольшой колчан стрелы просто так валяется но если он просто так валяется вот где он я его подберу с радостью так где то тут конечно удивительно что марвин может использовать свитки заклинания или как ты думаешь в мире готика все могут абсолютно их использовать или для этого все таки нужна какая то способность к магии изначальная которая есть у человека мне кажется что все таки второй вариант и абсолютно каждый крестьянин не может использовать магию и свитки а если бы мог то опять же свиток огненного дождя огненного шара был слишком просто доступен в использовании да не стоит там монет по сто шестьдесят это я вспоминаю готику два но это чертовски мощным было бы если каждый мог пользоваться молоток 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 просто так валяется где то здесь был стрела а яйца для бастиана ну молоток просто лежит если он лежит я его забираю мне пригодится небольшой колчан стрел если что то лежит где то нужно это забрать у меня нету вообще ни одной монеты так что все оправдано огненная крапива кожаная кашель это красиво какой же все таки молодец риордиан что дал мне этот свиток и рассказал как им правильно пользоваться можно конечно использовать один раз телепорт ой какой телепорт телекинез но гораздо выгоднее вот так исследовать всю местность так здесь было что то еще где то вдалеке есть нож серафис эй ты мне удалось убедить нескольких дозорных помочь тебе да виктор уже сообщил мне слухи в этой деревне быстро разносятся большое спасибо тебе за помощь возможно когда нибудь я смогу отплатить тебе а теперь извини я должен встретиться с дозорными и отправиться за флорой ну хорошо в любом случае он сейчас очухается со временем скорее всего станет заниматься торговлей как и раньше занимался ну и соответственно я получу товарища хотя бы торговца который будет делать мне скидки или покупать у меня все дороже ну и просто помочь человеку у него умерла дочь это также тренировочный неожиданно то есть помочь человеку это также нормальный поступок а я могу все это брать просто я как бы опасаюсь что кто-нибудь мне по башке за это даст потом скажет что у нас процветает здесь воровство и раз и все верстак нет болты и стрелы я делать не буду это что за дом увя эй ты чем ты занимаешься я деревенский плотник меня зовут увя знаю все секреты деревообработки чем охотно пользуются все жители зельбаха и как дела а чем больше приезжих на острове тем хуже и то чтобы я существовал потерявшим свой дом все таки архалус не может вместить всех жесть жителей архипелага покажи мне свои товары топор лесоруба тяжелая ветка молоко петрушка суп из крапивы есть отмычка но я не могу ей пользоваться набор отмычек для новичка плотник а откуда у тебя отмычки с другой стороны если он плотник он делает замки сундуки шкафы а если он их делает то и делать для них замки и должен сам в замках разбираться а давай сходим к мэру просто представимся но не к мэру а к лорду рамзи который живет в этом особняке плюс можно поговорить с девушкой поварихой и у меня есть что-нибудь съестное но у меня есть жареное мясо вряд ли это заинтересует лорда вот другое мясо я к сожалению не нашел чтобы сразу сдать мяснику но когда-нибудь нас собираем нужно быть поаккуратней эх возможно когда-нибудь я добуду себе такой же доспех еще неплохо понять куда мне можно зайти а куда нельзя надеюсь ну здравствуйте полагаю тебе веская причина беспокоить меня в последнее время здесь собралось много приезжих к нашему сожалению я альбин староста деревни именно я принимаю ключевые решения в отсутствии уважаемого сера рамзи позволь озвучить тебе первое важное правило даже не думай прикасаться к тому что тебе не принадлежит если кто-нибудь если ты что-нибудь украдешь даже гнилую репу сорванную из чужого поля я узнаю это ведь ветер за это передо мной черт я наворовал уже столько ну как сказать наворовал я просто подбирал то что валяется вот идешь по улице видишь там валяется молоток откуда мне знать что он чей-то ну чисто технически он кому-то принадлежит но если он валяется значит он этому кому-то уже не нужен какие законы действуют зельбахи ты на территории королевства миртана поэтому здесь действуют те же законы что и в других частях королевства такие преступления как кражи вторжение в жилые дома и убийства строго караются кроме того некоторые жители острова и горожане имеют ряд дополнительных прав но поскольку ты не относишься ни к тем ни к другим у тебя нет никаких привилегий возьми эту брошюру в ней ты найдешь всю необходимую информацию а что я должен знать об этом месте в деревне зельбах правит благородный сирамзи который сам король миртана подарил его которую сам король миртана подарил его семье несколько лет назад с момента падения великого королевского флота деревня выполняла роль жительницы для всего архаллса а несмотря на то что здесь действуют законы миртаны по правилам местными законами ты отвечаешь за свои преступления в первую очередь перед сиром рамзи которую представляю я а где я могу встретиться с сиром рамзи в настоящее время достопочтенный сирамзи находится в городе но даже если вы каким-то чудом пересечетесь не сомневаюсь что он захочет уделить тебе свое время как обстоят дела займись уже чем-нибудь найди себе какую-нибудь работу а я могу почитать книгу надеюсь что да хотя давай сначала брошюру прочтем может читать книги тоже запрещено так торговцы секреты рун телепортации я это же читал да это я читал кстати книга стоит 70 монет возможно ее стоит продать кому-нибудь устав деревни на следующие преступления облагаются штрафом кража независимо от ценности или размера предмета развязывание драк исключением почетных дуэлей или случаев самообороны нападение на домашний исход в деревне зельбах только мясник имеет право забивать его распространение контрабанды согласно королевскому уставу так а вот здесь нужно поподробнее что считать с контрабандой может я пронес камень телепортации который является контрабандой я тут уж ни при чем я не знаю список товаров убийство по мертанской традиции его свидетели имеют право напасть на преступника если он скроется то вправе платить штраф за нарушение закона ниже указанные правонарушения уплаты штрафа не требуют но дают возможность потерпевшему право на самооборону проникновение в дом без разрешения владельца исключением считаются торговые помещения соответствующими знаками осмотр содержимого сундуков ящиков и контейнеров даже если еще кражи не было провоцирование драки с помощью оружия или магии так смотри провоцирование драки то есть я могу спровоцировать северина достав оружие он на меня нападет это как бы будет самообороной я если его одолею смогу забрать его пропуск логично также в случае отсутствия очевидцев преступления все обвинения должны быть сняты в случае отсутствия очевидцев преступления я просто паузу неудачно сделал так тут пишут указы тут ящики просканировал местность сюда наверное можно по крайней мере никто не орет значит можно во первых чтобы использовать лук охотник должен развивать ловкость а вот для арбалета требуется сила несмотря на существенную разницу в навыках необходимых во владении этими видами оружия каждый охотник может увеличить наносимый урон повысив свою ловкость именно она влияет на комплексный процесс подготовки стрелы болтов к стрельбе и на то какой урон они нанесут то есть урон от силы влияет на сам арбалет но на болты и стрелы всегда ловкость однако не стоит путать ловкость с навыками стрельбы умение обращаться с луком или арбалетом в первую очередь определяет точность и скорость выстрелов мастер в отличие от новичка сделает большее количество выстрелов при этом поражает цели на большем расстоянии возможно вы спросите почему арбалет так популярна дело в том что с какой силой дело в том с какой силой выпускается болт она намного выше чем у лука благодаря конструкции болта и высокой начальной скорости он чрезвычайно эффективен против тяжело балланированных противников сбалансированная конструкция одно из преимуществ арбалета хороший арбалетчик это тот кто достаточно силен чтобы совладать с арбалетом а также достаточно искусен чтобы нанести им большой урон либо как я понимаю чтобы поднять арбалет нужна сила а вот чтобы наносить им урон нужна ловкость и луки арбалет даже в руках начинающих стрелков способны сбить врага с ног однако если вы хотите чтобы он больше не мог подняться следует обзавестись хотя бы просто мечом интересно сундук я даже не буду пытаться сломать камин давай не будем нарываться на неприятность так я зашел сюда по-моему вот эта девушка должна они тоже на альбина я думал это повариха я занята оставь меня в покое какое шикарное кресло черт вино оно валялось я его подобрал я могу подобрать и подсвечник но вот с подсвечником скорее всего возникнет куча вопросов откуда я его взял поэтому не стоит так рисковать а кухня и вот она кухарка мешки альбина мешки альбина жил эй ты во имя богов что ты забыл на моей кухне ты кухарка скажи как же ты догадался давай подумаем может потому что этот фартук и эта рука и в этой руке сковородка а что на мне этот фартук и эта сковородка конечно я кухарка очень очень недовольная кухарка я пришел посмотреть что ты готовишь в данный момент я пытаюсь приготовить восхитительное рагу из кабанины с овощами но кое-кто решил мне помешать подожди чувствуешь о о нет нет только не это это все благодаря тебе а я тут при чем ты ворвался сюда как ни в чем не бывало и отвлек меня альбин прикончит меня правда сначала я проведу несколько дней за решеткой может потом меня повесит на дереве может я смогу достать тебе новое мясо мясо кабана ага конечно не знаю как ты это сделаешь но к тому времени запах гари разойдется по всему поместью тогда меня уже ничто не спасет ну во первых у меня мясо как бы есть я поспешу если будет награда награда? ты еще смеешь что-то просить? знаешь я передумал сама ищи свое мясо скажи чего ты хочешь а ты поделишься рецептом? ты не особо тянешь на повара ну ладно в любом случае это не секрет но сначала я хочу видеть сочный кусок кабанины иначе мне не о чем с тобой говорить ммм мясо сочное и нежное отличная работа как раз то что я хотела отлично ты принес куда больше чем я просила этого мне хватит еще на неделю а давай поговорим о тише тише я не забыл о награде вот рецепт рагу из кабанины лучшего в твоей жизни на твоем месте я бы не надеялась на быстрый результат тебе потребуется некоторое время чтобы приготовить хадиба наполовину так же хорошо как я я бы не посмел сравниться с тобой в мастерстве навсегда можно попробовать я знаю что у тебя все получится ммм как дела у меня много работы так что я подумаю завестись собственной прислугой у меня есть то что тебе нужно так у меня ничего нет в общем она покупает еду для лорда чтобы тот жрал так давай посмотрим что это за рецепт 125 здоровья восстанавливать бонус к максимальному здоровью интересно тушеная кабанина в вине ингредиенты жареное мясо кабана 3 штуки выдержанное вино мешочек перца и соль вкусная тушеная кабанина с добавлением вина и овощей ммм а где овощи почему в этом рецепте есть вино но нет собственно овощей ммм ладно поверим на слово что и потом какой-нибудь гарнир тебе сорожу так что там по времени 19 1952 наступил вечер извини альбин я к тебе не хотел заходить я заблудился в твоем доме наступил вечер хоть выкли глаз пошли в таверну попробуем с северином еще поговорить может он сейчас начал устраивать свой конкурс напиваться почему сейчас никто не зажигает факел то есть я посмотрел в предыдущую ночь что их можно зажечь но сейчас и это никто не делает опаньки ну наконец то я нашел таверну и сразу все зажгли факел так ты кто такой паула чего ты ж мужик эй да это мужик эй подожди ты еще один вородяга тебя наверное приманил сюда аромат свежего испеченного хлеба да если не собираешься ничего покупать даже не беспокой меня кто ты мое имя пауло а я работаю пекарем во всем архалосе нет такого вкусного хлеба который сравнился бы с моим хорошо покажи свои товары хлеб 15 здоровый восстанавливает пирог 40 деревенский яблочный пирог 80 еще манну восстанавливать неплохо ну рецепт за пять монет давай купим продадим пять сорняков и купим рецепт почему бы нет и другой рецепт пять стоит давай покупать будем поваром покупаем булочку покупаем пирог наверное ух ты мука 50 монет соль 50 монет охренеть а сколько моя книжка стоит 10 вот это честно говоря наверное неправда потому что книги в средние века всегда были безумно дорогими а с другой стороны а зачем эта книга пекарю чтобы кинуть в топку и все сжечь и не думаю что он умеет читать с другой стороны если он написал рецепт значит скорее всего умеет давай почитаем рецепты деревенский яблочный пирог яйца падальщика мешок муки яблоко кусок жира мед последние два ингредиента я вообще не знаю где брать сладкий яблочный пирог вы еще не встретили того кто бы отказался от кусочка этой выпечки так это я приготовить не смогу пока что так булочка три луговых ягоды три лесных ягоды мешок муки целый мешок или все таки мешок будет расходоваться так же как соль экономично пышные булочки с черничной начинкой простой популярный десерт среди многих жителей архолоса фабио крестьянин паулюс эй северин эй ты нет надирать морду пожалуй не стоит крестьянин тима кстати может тима о чем-нибудь задумался хорошим после высадки здесь что будешь делать теперь я пойду искать работу потом найду жену построю дом и все в таком духе в общем станет обычным крестьянином Казим со мной особо не говорил Виктор ничего нового можно сейчас пойти поспать в любом случае на улице темно примерно по времени прошел час получается ровно один день на серию так а ты кто Сандр я с тобой говорил крестьянин я подумал что языки ли уже вернулся этот книжный стенд я читал да я читал про искусство кулинарии я помню может мне с Йорном опять поговорить нет с Йорном почему-то не говорится плюс встреча спустя годы Локвар похоже нервничает из-за того что ему нужно заниматься чем-то связанным с алхимией он явно не хочет чтобы его беспокоили Мах утверждает что знает алхимию но не любит ей заниматься странный человек может мне стоит напроситься к нему в ученики и после этого будет развиваться создание повязки потому что у меня сейчас других догадок как бы нет видит спит вот давай ляжем поспать отдохнем в следующей серии чем займемся осмотрим оставшийся часть Зильбаха так спасибо тебе за просмотр если понравилось ставь лайк оставляй комментарий подписывайся на канал спасибо и пока 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 пока